Максим Борзенков спрашивает, Николай Таверовский описывал календарь дел в FFF-блоге. Как он согласуется с принципом «не впритык», ведь календарь забит без пауз между делами, особенно на втором примере, а решение попилить еще, как раз вследствие этого. Принимая его, ты осознанно забиваешь на следующие по календарю дела. Ну, во-первых, у меня есть заметка про календарь дел посвежее. Ее можно найти на VC. Дела, которые забиты как будто бы не впритык, можно увидеть здесь на моем календаре, например, вот. Ну, а кнопки, о которых говорит Максим, это такие виртуальные кнопки «забить», «попилить еще» или «пофлексить», которые мы нажимаем, когда дело, которое мы собрали сделать, еще не готово, не сделано. А время, которое мы заложили на это дело, подходит к концу. Во-вторых, я действительно планирую достаточно просто. Ну, давайте взглянем на мой календарь за вчера, например. Сейчас я веду дела в календаре в приложении Singularity, но по смыслу практически ничего не поменялось. Как видите, здесь довольно плотно все действительно набито. И я перед тем, как записывать этот ответ, немножко здесь подчистил формулировки, просто чтобы можно было их опубликовать. Но сами колбаски я никак не переставлял. И, честно говоря, я даже не рассчитывал как-то публиковать или показывать этот день. Вот как вчера получилось, так и получилось. И, как видите, здесь действительно все довольно плотно набито, на первый взгляд. Но на самом деле все не так просто. Здесь есть несколько хитростей. Во-первых, как вы видите, хоть дела действительно довольно плотно идут, но не все. Иногда бывают какие-то просто расстояния, какие-то отступы. Это как раз один из примеров, когда я запланировал не впритык, рассчитывая на то, что на какую-то встречу или на какое-то дело может понадобиться немного больше времени. Или если оно как-то удачно завершится пораньше, я смогу истратить это время на то, чтобы какие-то поотвечать в мессенджеры или на почту или еще что-нибудь такое. Это раз. А во-вторых, вот эти колбаски, которые здесь запланированы, они многие уже запланированы с запасом. Ну, например, вот здесь на обед заложено аж целый час. Но обычно час на обед мне не нужен. Я успеваю там за полчаса или даже иногда быстрее. Поэтому, если вдруг мне понадобится действительно на обед час, может я куда-нибудь поеду или еще что-то, окей, у меня этот час есть. Если окажется, что это было быстрее, то у меня освобождается время на то, чтобы что-нибудь еще поделать. Или, например, вот спорт. Сама тренировка у меня длится с 20-30 и ровно час. То есть здесь два часа запланировано. А на самом деле мне нужен только час. Но вот эти полчаса до начала и полчасика после завершения тренировки я использую для того, чтобы сначала подготовиться, как-то переодеться, а потом отдохнуть и заодно какую-то почту поразбирать. Таким образом, несмотря на то, что здесь все выглядит действительно довольно плотно, внутрь самих задач, внутрь самих колбасок уже заложено время на тот самый не впритык. И если оно мне нужно, вот я им пользуюсь, если надо что-то доделать. А что касается кнопки «Попилить еще» виртуальной, которую иногда приходится нажимать, если вот время уже на задачу запланированное закончилось, а вы решаете, что, блин, нельзя это бросать, надо доделать прямо сейчас. Я стараюсь эту кнопку нажимать как можно реже. То есть обычно я либо стараюсь как-то, если, конечно, не получилось идеально, и просто сделал и поехал дальше. Я стараюсь придумать, как это можно пофлексить, упростить. Если уж совсем ничего у меня не получается, никаких у меня умных идей нету, то обычно я стараюсь на сегодня это дело как-то закруглить. То есть, например, если вот обед, я вижу, что, не знаю, сбилось что-то, я не успеваю пообедать, то надо там, не знаю, съесть какой-нибудь быстрый бутерброд, и можно бежать дальше. Что там, какая следующая задача, эталон преподавателем, да, или там какие-то офисные, ну, тут имеется в виду офисные часы, то есть это время, когда я доступен для ответов на вопросы. Вот, то есть я использую самый такой, все еще флекс, но такой самый, ну, можно сказать, неизобретательный, который называется разделить на несколько частей. То есть я сегодняшнюю задачу закругляю и планирую вторую часть этой задачи на какие-то следующие дни. С вами был Николай Таверовский, смотрите советы по управлению и становитесь круче!